Так, всем здорова, с вами Диаморф, и сегодня мы попытаемся с вами загадить такого трудного и... Ну, трудного вообще в доте, на мой взгляд, персонажа, как Мипа. Вот, то есть, многие просили на него сделать гайд, и я всё-таки набрался смелости, подыграв им немного игр. Ну, то есть, у меня уже есть представление о персонаже, я не делаю этот гайд спонтанно. То есть, я уже могу сказать, что этот персонаж, да, он довольно-таки хорош, но его не часто пикает, потому что его легко контролить, да. И тут как бы зависит ещё от пика, да, то есть, если взяли Пуджа, то, поверьте мне, Мипа будет довольно-таки сложно против Пуджа играть, потому что Пудж у вас притянет хуком, а, вы знаете, ульта Мипа, она разделяет нас на копии, и, собственно, будет нам хана. Или того же, тот же Свен кинет соцстан, включит ульт, и понеслась. То есть, 2-3 удара, и Мипа лёг спать. Ну, если у него нету ещё Керасы и там-там подобное. Ладно. Берём Мипа, идём на низ, в правой руке у этого персонажа мы видим лопату. И, как вы видите, что можно сказать про атаку, да, то, что атака на начальной стадии игры очень маленькая. Мне даже кажется, что атака — это меньше всех персонажей доты. То есть, у него атака около 40. То есть, добить крипов Unreal, скажем так, то есть, сложновато, сложновато. Вот, поэтому, как бы... Ладно, будем как-нибудь выбираться в то положение. Сзади у него рюкзак. Берём Ring Protection, дверь, Iron Branch, Tango и мобозабиралку. Возможно... Не, мобозабиралку не будем покупать, нет. Что она... Вообще, что даёт мобозабиралку? Бонус в ближнем бою и дальний. Та, нет, не нужен. Мы сейчас... Та, просто всё, больше ничего не берём. Идём на низ. Конечно, нам лучше бы пойти с дальником. Почему мы, кстати, идём на низ? Потому что там лес, и на шестом левеле мипа довольно-таки легко фармится. Вот. Но контролить этого персонажа, ещё раз говорю, вообще легко. То есть, у нас ульта, да, ульта, количество клонов, да, создаёт. На первом уровне один клон, да. И такая штука получается, то, что убив одного клона... Твою мать, как они задолбали. Убив одного клона, умирает сам мипа. То есть, персонаж умирает. Вот. Будет у нас четыре, да, игрока. То есть, четыре мипа. Убьют кого-нибудь одного, мы умрём. Все. Поэтому тут как бы тактика такая, что нужно... Тут вот первенство мипов заключается в том, что нужно вместе бежать, вместе держаться и вместе убивать. То есть, у нас есть там три мипа. Мы и бегаем четвером, да. Вот. И убиваем всех. Естественно, улучшается с Аганим Скептера. То есть, покупаем Аганим. Это жизненно необходимо мипа. Тут без вопросов. Конечно, Аганим мы покупаем ему. Так. Нормальный закуп. Чё? На мид. Что он трендит, этот антимаг? Ну, собственно, мипа создаёт не идеальных автономных клонов. Клоны способны получать и разделять золото и опыт. А также перенимают все способности мипа. Клоны не способны использовать какие-либо сапоги, кроме тех, кто носит оригинал и получает только 30% от бонусных атрибутов оригинала. Если хоть один из клонов умрёт, то умрут все и все остальные мипа на карте. Ну, в целом умрёт сам персонаж, да. Вот. И 30% атрибутов идёт на клона. То есть собрали мы, например, Радик. Он идёт на 30%. Ну, Радик и мипа не собирают. Хотя вообще не против. Ну, или Кираса, да. То есть Кираса идёт на 30%. Так. Улучшается с аганимом, я уже говорил. Сдолбали, блин. Поехали уже. Бросает сеть. Думаю, первое, что мы должны прокачать, это первый скилл. Это сеть. Бросает сеть в указанную область, приковывая врагов к земле. Ну, то есть это говорит о том, что враг уже не будет двигаться в течение двух секунд. Радиус 220. Это вот вот этот радиус 220. И дальность 500. То есть 500, вы видите, да. То есть до сюда. Вот, вот так он может кидать. Довольно-таки маленькая дальность. Прокачивается она с уровнем до 1250. Вот. И прокачивается с уровнем у нас уменьшается откат на 4 секунды с каждым уровнем. И Monocast 100 был, так и остался. То есть затраты манны. Почему мы прокачали первый скилл? Да потому что могут быть какие-то замесы. И мы можем, если воспользоваться скиллом, мы можем... Кстати, вот тут как бы идет время, да. То есть мипа не сразу кидает сетку. Он там замедляется немного на миллисекунды, а потом так и кидает сетку. Вот. То есть мы можем спасти таким образом героя. Как я говорил, крипов добивать довольно-таки неудобно. Почему? Потому что вы видите сами то, что... 44 у нас атака. В то время как у Кэри 54 антимага. Да и у того же Пуджа 55. То есть видите, да. То есть атака реально самая маленькая у мипа. Вот. Против нас идет новый персонаж, что... Титан. Видите, гоняет нас. Но однако у нас 5 защиты. Что довольно-таки неплохо. 5 защиты, но и плюс 2, естественно. Так, мы будем, скорее всего, давать антимагу фарм. Ему он нужен. Дальше прокачиваем энергию с земли. Мипа может телепортироваться к другому мипа. Ну, это когда уже ульта будет, да. Подразумевается. И после произносения заклинания в течение полторы секунды, нанося урон как в точке отправки, так и в месте прибытия, да. То есть один мипа идет сюда, другой остается здесь. Мы произносим заклинания. И таким образом в двух областях у нас наносится урон 80. Радиус 375. И 12 секунд откат. Откат уменьшается. Вместе и урон увеличится с каждой прокачкой. Дальше мы прокачаем третий скилл. И потом будем максить только второй. Да, сложно добивать. Очень сложно. Анимация атаки, в принципе, у мипа, она хороша. Ну, опять же, еще раз повторюсь, то, что... Сам дамаг, да, сама атака, сам нанесенный урон, он, конечно, маленький, мизерный просто. И как бы мы ни старались, конечно, нам будет сложно набить. Третий скилл у нас это замедление, это пассивный скилл, как вы догадались. Этот эффект складывается, если одну и ту же цель атакует несколько мипа. Замедление 5%, потом 10%. Ну, по пятерке возрастает с прокачкой. И на 7 единиц урон увеличится с прокачкой тоже. Скажем, кто... Да, что-то я не то сделал, ну, ладно. В принципе, мало тут... Мало есть вообще вот... По-моему, хороших гайдов, где именно хорошо учат играть мипа. И вообще, не то что гайдов, мало есть игры, где реально тащат мипа. То есть мипа реально затащить трудно. Вот, трудно очень. То есть, если персонажи нубы, они не раскачаны, в принципе, противоположные, да, то вы, в принципе, вы их вынесете, да. Но если они раскачаны, и там есть... Дисейблеры, и там подобное... Ну, хорошо, в принципе, хорошо. Антимаг забрал ФБ, хорошо, отлично. Пойдет, пойдет. То есть, видите, кидайте сеть, потом второй скилл, и таким образом вы... Остаетесь в плюсах, скажем так. Мипа не покупает куру, потому что он не является полноценным саппортом. Он собирает Мекку и Володю чисто себе. Вот. Потом, если вас напрягают покупать куру, пошлите вы их нахуй. И скажите, иди Аморф, блядь, сказал, что не нужно покупать куру. Так. Так, это не продаем, да? Значит, делаем... ТП. Я ему даблкил и отдал, а он... Блядь, пипец. Рак. Рак — это призвание. Я ему даблкил и отдал, а он... Дело просвал. Дальше мы качаем второй скилл. Почему мы качаем второй скилл? И потому что, кидая сеть, мы... Юзаем второй скилл, и, соответственно, нам нужен урон. Наносится больше урона 100. Ну, не сильно большой, да? И, соответственно... Соответственно, соответственно... 100 урон, потом 120. Ну, на двадцатку больше становится урон-то. Ой, пошло, 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 поехало. Пошло, пошло. Очень плохо пошло. Ну, просто меня тут сливают, как видите, в начальной стадии игры. Мипа довольно-таки слабый. И вы можете говорить, что я... Ну, говорить там, что я одно, но... В принципе, поиграть им самим... Я вот сколько игр не играл. Редко, когда вообще пикают мипа. Мипа, знаете, это как в доте явление виспа, да? То есть пикнули виспа, пикнули мипа. Вот то же самое. Редко, когда пикают вообще мипа. Редко, это редкость. Дальше качаем, опять же, второй скилл. Вкачиваем. Именно вкачиваем. Второй скилл, я вам скажу, он в течение полторы секунды используется, да? То есть вы кидаете его, нужно подождать. И вы можете кинуть, потом отменить, да? То есть, видите, отменяете, да? Это как хук-пуджа. Ну, хук-пуджа, он сразу кидается. Тут вы можете отменять. И сеть, она, как бы, долетает тоже не сразу. Вот, вы, как бы, кинули, например, сеть, а она летит. То есть нужно закидывать сеть наперед, чтобы схватить урага. Вот. Так. Мы остались одни. В принципе, нам нужно сейчас раскачивать, а мы потом пойдем на Близз. Возможно, возможно. То, что фарм Мипа нужен. Так, там бах. Видите? Я, честно говоря, не знал, что у Лича уже есть ульта. Даже таки быстро, она появилась. Очень быстро. В принципе, мне... Я привык в Доте 2 выигрывать, забирать игроков. Но мне, понимаете, нету смысла, когда со мной стоит кэри антимаг. То есть... Да, меня зажала жаба, то, что меня убили, а антимаг даблкил сделал, потом сам слился, потому что почему-то... Вот. Но, тем не менее, я думаю, он все-таки затащит. Я этому как-то поспособствую, да, скажем так. Поэтому, как бы, вы тоже там не злитесь, если у вас с вами кэри стоит. Так. Нет, туда не пойду, там, Таурэн. Это что-то, что я требовал. Эй! Да. Эй, почему не? Какого этот антимах он дебил? Так, что мы сейчас имеем, да? То есть 120 урона, Е8 отката, секунду. И что мы собираем? Мы тарим себе Владимира. А потом уже Мекку. Вот, ну там вообще как бы по ситуации... Ну вообще лучше Владимира, да. Так, сейчас... Крепы идут, и я не могу кинуть на него. Вот сейчас, сейчас, сейчас. Они, короче, ушли, по-моему, на эту иллюзию юзнул. И все, они спугнули, короче, их. Конечно, Вард личит и саппорт. По-любому Вард стоит. Тем более пуш на миде. Лич, я думаю, умный он, Вард. Закупил. Так, дальше качаем ульту. Крите, появляются два мипа. Один из нас послабей. Вот. Вот вот этот послабее. А другой, как видите... Такой же нормальный. Как видите, нужно... Обратите внимание, то, что... То, что у другого мипа, да, у копии нашей уклона... У нашего клона, как бы... Блин, антимах. Ага. Все хорошо. То есть у нашего клона остается только ботинок. Вот. То есть там уже написано, то, что ботинок... Будет у нас... Ну, если у нас мы купили ботинок, то у нас он будет. Клона. Так, дальше. Реген. Таким образом мы собрали транквилы. Они нам понадобятся. Как видите, мы восстанавливаемся. Первое время, первое время. А потом, естественно, вы переходите на Владимира. Вот. Но вы собираете себе ПТ. ПТ, ПТ собираете. Или фейсбутс. Но никак не арканы. ПТ, да, ПТ. Собираете. ПТ у вас будет на ловкость. Ляха-моха. Ну, сука, ты мог помочь, блядь. Ебаный антимакс. Остопил, тура, сука, блядь. Тупой, сука, идиот, блядь. Слился после даблкила. Я тебе даблкил для чего? Даблкил, блядь, еблан, сука, тупой, нахуй. Слезься сейчас, блядь, уёбок. Ну, твоя утробная мать, которая тебе не помогает, блядь. Вот она тебе не помогала в детстве, а теперь ты, блядь, агришься до всех должен. А мне похуй, блядь. Лови репорт, во, блядь. Ты мне мут, я тебе репорт, блядь. Да он в холи, он нихуя не делает. Я ему, блядь, даблкил отдал, он потом слился, блядь. Посмотри на этого уёбка, а чё он умеет, блядь. Он нихуя не умеет. Так, второй мип у нас остался здесь. Значит, юзая этот скилл. Вот. Видите, хопа, мы сюда присоединились и можем, короче, бить. Чуваков, ну, меняясь местами, да. То есть, таким образом фармится потихоньку. Даже с этим антимагом он просто уёбище, просто. Это такое уёбище, блядь. Жестос просто. Блин, я считаю, репорты, что ли, закончились. Ладно, похер так. Что мы сейчас делаем? Мы попробуем помочь Куджу... Кого-то убить. Ну, трудно управлять с раздвумия. Иди нахуй, сука. А мы кинем на неё. То есть, видите, у него... Тут и тоже у персонажа есть альтернатива, например, у неё, да. Тоже. Да ты и так говно, блядь. Ты даже без тела, блядь. Уёбак. Ааа. Блядь. Ааа. Блядь. Нам хана, мипа-хана. Ты блядь. 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 Так. 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 И... Теперь рецепт. Потом купим маску там. Ааа. Чё-то иллюзия. Еще пак пришел Так, ну это иллюзия Серня, короче Сейчас довольно-таки уже легко добивать ему Результаты у нас двойные, да, то есть клоуну добиваются, соответственно, легче Так, можно сейчас уже поочередно качать скиллы Хотя что один, что второй особо никак не влияет Но если вы идете в лист, то да, лучше третий прокачать Чем первый Мне кажется, вот мне как-то тянет на Радик Мне кажется, что ему Радик не надо собирать Но это херня, по-моему, Радик не собирают вообще То есть смысл, да? Так, сейчас мы займеем маску Если нас тут не грохнут Это не грохнут Пошли, короче, курить куда-то Все, маска есть, все Владимир есть у нас Даже если у вас кто-то там собирает Владимир Все равно покупайте, потому что вы идете потом в лес Вам по-любому еще должна быть мека Поэтому обязательно Но видите, мипа, его легко могут грохнуть Потому что, видите, я сейчас фармусь Сейчас одного кого-нибудь заденут Дадут кому-то одному стан и все И мипа хана А мипа, как бы, он быстрее фармится Знаете, за счет чего? Ну, за счет того, что их много становится Так, третий качаем, пассивный Хорошо, сейчас замесов не будет Пока что мы не будем сеть использовать Поэтому третий, на мой взгляд, лучше качать Я и зря качал на второй, первый Почему? Это поможет Хатер жесть кент рвёт этого антимага просто а сети на сети вами ну похер но антимаг зря и помогал ему дабл отдал все даун косорылый хер мы просто не знаю когда надо с друзьями гайдить или ну да с подписчиками гайдить то что это на тех хоть как бы на ореша не поймут этим хер ну как бы ты знаешь да что тут пики там ваида ли антимага ты ему а дашь эти киллы он как бы затащит по-любому затащит не должен подвести а эти как были твёрками так и остались тогда что там на беде ой жесть блин кривой косой блин просто уёбищный хук дал куч и сзади еще а ведь ссока состилил мразь умеет стелить нет слов просто все хорошо у нас есть кусок микки дальше мы собираем с вами огонь вообще нужно пт пт ладно пт соберем видите весь фарм забираем короче венгрии все прокачали на макс можем теперь сетку качать сейчас его будет замес и сетка нам необходимо чтобы кидать ее сдали что за хрена тень антимаг хранить свою ульту чтобы стилить да у него всегда полная то есть хп полная в мп у него полная ульта у него тоже целая все убили видели как подловили то есть наперед нужно закидывать продумать наперед сеть закидывает то есть передайте на период враг бежит вперед значит значит кидайте на период думайте быстро думаете вот куда он побежит думайте на период и таким образом кидаете то есть это тоже скилл нужно нарабатывать то есть сетку наперед кидать это тоже нужно нарабатывать и как и фонтан кунки да например вот точно да как фонтан кунки то есть кунка бежит вперед то есть от кунки бегут там до вперед может сварь свернут куда-то то есть вы кидайте фонтан если это тут руна лежит вы кидайте фонтан Вот точно так и с мипа Там руна лежит, вы знаете, что он ее возьмет Кидайте сети И гасите, дрючите его просто Вот Я думаю еще плюс мипа в том, что Когда наши союзники Будут там на 17 Левелах, да, то мы будем уже на 20, на 21 То есть мы левел быстро Набьем таким способом Вот Какого хера Гляньте У кента уже ранен Вообще, есть Нога сирен Ничего себе Так, сейчас ПТ Кто там Так, лич Можно подловить, кинув Но у него ульта, знаете Вот у него ульта есть Это самая херовая Ладно, пока что не будем Пускай подойдет Да всем на тебя похуй, слышь, блять Пиздит тут, блять В чате, нахуй Как будто зарешают У тебя руки кривые Тебе не дано антимагам играть, блять Эй, 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 бати Дабл килл отдал, все отдал Он Хуй тупой Че вот он собрал Ясно Так Так как у нас Персонаж Блин, какого? Ага, так То есть на ловкость Персонаж на ловкость Соответственно Трейд на ловкость Вначале То есть мы собираем Боты Трэнквилы А потом уже Ну, вот эти лечебные боты Кто не понял А потом мы почти собираем ПТ На ловкость Ну, видите, ПТ Сейчас и Мека у нас То есть Нормально Фармится вообще Самое Офигенное Занятие Мипа Так, че там Пуджа Встречаем Встречаем Кидаем сеть Хуй Косой Че-то урон нанес Ага Тут их много Меку пока что Не юзай ем Это что-то херня Это парашка Какая-то Шейкера забрали Тупо все напали И забрали шейкера Вы там скажете Я Меку Мог ему дать Да ни хера Ну, дал бы я ему Меку Наслили двоих бы Ведь Пудж против кентала Ни хера не сделает У кентая Броня Два пальца И остальные яйца Поэтому Сложно Там Будет кому-то Его пробить Так Так Что я хотел На Б Что я хотел Сделать Ну, дальше Мы собираем Аганин С вами Аганин Ничто другое Как Аганин Вот То есть Тут можно Также Распределяться Тут можно Отправлять Одного Мипа Сюда Фармиться Другого Фармиться Здесь Там Например То есть В разных Местах Лучше Как бы Прирост Но если Вы отправились Сюда Фармиться Например Да Мипа Вы отправляете Потом сюда И потом Делайте К нему ТП Ну Не ТП А Скилл юз Эти Слой Лучше Как бы Мне Проще Всего Это Бегать Троим Это Как бы Легко В Управлении Да Бегать Троим И Нагибать Всех Мобов Ну Нейтралов Так Что там Замес Пошлите То есть У нас Прокачана Сеть Далеко Бросаем И Прокачан Третий Скилл Так Вперед Бросаем Кидаем Кинуем Все Хорошо Отлично Тут Как бы Да Вот Пуш У него Должно Умение Хукать Хука Да То есть Хукать Он должен быть Нормально Да Кидать Хук Нормально Вот То есть Он должен Хорошо Хукать Точно У Мипа То же Самое Вы должны Точно Накидать Сетку То есть Продумать Наперед Куда Враг Побежит Вот И все То есть Ничего Сложного Так Второе Левел Ульта Плюс Два Клона Соответственно Нас Три Ну Почему Плюс Два Клона То есть Оригинал Мипа И Два Клона Думаю Вы поняли Почему Нас Троя Бегает Потому Что Некоторые Люди Тупят Они Думают А че Клона Два Че у нас Троя Блин Бывают Такие Уникумы Так Может пока Втайник Сбегать А лучше Нет Давайте Каким Втайник Этими Фарм Так Потому Что Знаете Почему Я Так Сделал Потому Что Я Могу Потом Сделать ТП Сюда Видите Сюда Делаю ТП И Все То есть Если Там Кто Выбежал Например Лич Выбежал Такой Я Тебя Сейчас Сожру И Вы Делаете ТП Сюда Получается То есть Оригинал Делает ТП Или Другой Любой Мипа В зависимости От того Кого Вы Выберете И ТП В любую Локацию Нельзя Сделать То есть Видите Они Только Присоединяются Друг Друг Вот Как Молекулы Прилипают Поэтому Другую Местность Нельзя Сделать ТП Так Теперь У нас Четверо Видите Четверо Теперь Мы можем Нагибать Вам Это Ничего Не напоминает А мне Напоминает Мне Напоминает Это Фантома Фантом Который Разделяется И У него Дофига Иллюзий Просто Вот Поэтому Эти Два Игрока Они Такие Довольно Так Похожи По Особенностям По Скиллам Это Дистрофик Они Тонкие 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 Худовые Он Даже Не знает Как это Называется Худой Тонкий Жизнь Не видел Тонкого Человека Тонкие Блин Это Слайн Терри Телефон Блин Слайдер Что Он Тонкий Должен Такой Бредный Суд Школьники Б Летние Каникулы Начнутся В интернете Столько Параши Блин Будет Так Все Пошли 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 Бой 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 Шекера Почему Первый Забирает Не знаю Кидаем Что За Хрень Что За Хрень Блин Вроде Сеть Четко Летела Вот И Хер Знают Вместе Мы Сила Это Главный Блин Путш Это Главный Закон Мипа Так Идем Нужно Кого-то Завалить Нужно Кого-то Кокнуть Вот Если Против Нас Путш Играл Вот Это Было Херово Он Вытащил Одного Убил Кого-то И Все Довольно Таки Херовенько Блять Ну И Че Тупой Ублюдок Ушел Ну И Пошел Нахер Я Думал Он Забегает Он Блять Жесть Такие Уникумы Ну Как Тут Не Орать Ну Как Я Пошел Сеть Кинул Куда Тов Пиздал Нормально Вообще Да Мипа Вообще Должна Хорошая Команд Быть Чтоб Можно Было Связывать Да То есть Кастовать Ну То есть Чтоб Можно Было Разыграться Путш Который Стоит И Бон Тогует Ну А Чуть Не Хватило Не Прокастовался Ну Ладно Непал У нас Гно Они На 5 Смысл Мне потом Играть Переигрывать Чтоб Пизда То Сыграть Нету Смысла Я Так Все Нормально Объяснил На Нормальном Уровне Переобъяснять Как бы Не хочу Вообще Так Что у нас Там Блейтов Ага Все Скоро будет Этот Аганим И Потом лучше Собрать Керасу Для того Чтобы У нас Была Броня И Скорость Атаки Вот Ну Также Можно Тараску Мипа Собрать Тараска Кераса И все И мы Будем Непобедимы Так Идем Помоги Ты ему Шейтер Ну Ну Станки Такие Шейтер Тупо Что Ни О Чем Он Играет Блин Наперед Кинул Блин Я не Видел Просто Я думал Мипа Еще Ладно Пофиг О Херня Будет Сейчас Парни Херня Нас Пронесло Вроде Видите Вот Ульта Лечая Она Конечно Тут Херовая На Мипа Если Мы Вместе Бегаем Она Ух Какая Плохая Будет Туда Сюда И Мипа Сдох Если Улетит Шар Связываем Прям Антимах Любовь Стиле Когда Мы Связываем Мы Сразу Юз Второй Скил Я Уже Говорил В принципе Повторю Еще Раз Для того Чтоб Хотя Бо Убить Или Нанести Урон Чтоб Союзники Добили Все Есть Аганем Соответственно Еще Один Мипа Вот И Что Еще Добавляет Дополнительного Клона Одного Увеличит Процент Атрибутов Которые Получают Клоны Увеличат 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 Процент Атрибутов Там Защиты Защиты Будет Ну Чуть Меньше Но Почти Так Уже Скажем Так Если Это Будет Клон Супер Бежал Видите Хопа Хопа А против Свена Мипа Реально Он сосет Просто У Свена Баттлфюри Да Получается Не Баттлфюри А Встроенный Баттлфюри Его Скилл И Свен Включает Ульту Кидает Стан И Все И Мипа Рассыпался То есть Довольно Таки Реально Щимит Кстати Можно Сейчас Володе Пойти Валить Видите Атака Нормальная То есть Сколько У нас 115 Атака 115 Умножьте На 5 Да То есть 500 Это Вообще Жесть Выше 5 100 Куда Все Ушли О Хера Я Сам Все Пошел Разнос Понос Все Меня Убили Утой Ничего Никто Не Смог Сделать Непонятно Че Они Делают Че Они Ходят По Карте Че Они Восстановили Доту И Почему Они Здесь Сейчас Находятся Такой Ёбки Да Легко Играть Мипа Нелегко Нихуя Я вам не скажу Что легко Им играть Самый сложный Персонаж Доте Вот По поводу Того Что я Сказал Рошана Сейчас Можно Завалить Пойти Да Это Правда Сейчас Можно Пойти Завалить Рошана Мипа Самостоятельно Я думаю С этим Справится Ну 5 Мипа Справится Самостоятельно Красавцы Стилеры Стук Красавцы Блин На Вот Конечно Стыдно С таким счетом Играть Заранее Игра Получилась Херовая Потому что Я антимагу И так И сяк И отдал Все И в итоге Хойло Такое Оказалось Еще Блять Я его Репортнул Кстати Да Так Сейчас Блять Еще раз Подтверждаю Что Нихуя Набур Не ценят Делай Для них Не делай Они уебки Как были Так и остаются Так Может пойти На Рошана Как я уже Сказал Так Ну и Кираса Кираса Пока Сейчас будем На Хипперстоун Копить Да Кстати Они Еще Идут То ли По Милу То ли То есть Они Могут Нас За Яйца Схватить Да Они Сами Пошли На Рошана Блин Наперед Опять Не кинул Ладно Сирена Кинула Свою Ульту А где Пук А он улетел О Мипа Забрала Айгис Все Идем Хуйня Другими словами Не назовешь Так Все Хипперстоун Так Сейчас бы Эту башню Пропушить Тут Так Крипов Нету Но Сможем Ли А Не Навряд Ли Хотя Да 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 Восцеляется Была такая шука Что иногда Даже поблизости Крипов нет Башня все равно Валится Или я туплю Ладно Офи Так Ну видите У нас 22 В то время Как у Пуджа 19 Винды 17 Ну Антимага 22 То есть Реально То что я говорил Сбылось Оно так и есть Потому что Мипа Вообще Легко Нафармиться 6 уровня Идите В лес Кираса Потом Тараска Вот Все Зашли Я помню Против нас Мипа Играл Он Что-то Собрал Тоже По-моему Радик Кстати Радик Собирал Мы его Тупо Не могли Развалить Потому что Он Количество Нас Превышал Вот Так Там Кент Блин Не знаю Мипа Против А Там Еще Не Кент Там Не Толка Кент Там Лич Идем Какого Хера Че Не Хотят Суров Как Майский Праздник Все Так Мне кажется Что Мипа Нужно Собирать Радика Ну Не Честно Говоря Не знаю Без понятия С Радик Самое То Да Ладно Посмотрим Хотя Какое Смотреть Мы Догасим Видите Он Паша Разми Никакой Сейчас Просто Разносим Ну Паша Разми Похорошей То То Есть На Последний Левеле Игры Да И Тихо Круг 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 Все Есть Кираса Дальше Дальше Я Хотел бы Либо Радик Либо Тараску Мне кажется Радик Будет Роднее Ну Естественно Тогда Продаете Себе Меку И Покупаете Тараску Видите Хопа Забили Просто До смерти Кента Мне даже Кажется Что Мипа Букриты Даже Тоже Шли Потому Что Видите Атакую Сколько Хотела В конце Мипа Начинает Реально Нагибать Саганимом Тут Вы Уже Как бы Делайте Вывод Да Я Лично Сделал То Что Это Реально Так Мипа Саганим Просто Нагибает Опа Все Ладно Дорогие Друзья Спасибо За просмотры Всем удачи Я Я В принципе Признаю Что Гайд Не самый Хороший Не самый Отличный Но Потенциал Игры Я Раскрыл Раскрыл Мипа Я В принципе Сам Понял Как Это Все Играется Спасибо За просмотры Всем Удачи На дня Пока Пока Пока